Вы рады? Скоро будете отдыхать. Конечно, мы помолимся, чтобы было тепло. Все хотим тепла. Недавно рассказал один брат, сейчас он уже в годах, немножко старше, чем было тогда, когда он это все переживал. И рассказал, что у него сестричка была. Ну и раньше рассказывали, я думаю, что, может быть, и вам говорили, вот откуда берутся детки, что их приносят аисты в семью. Слышали такое, да? А рядом с ними жила очень веселая семья. И там было много деток, и много игрушек, и самое главное, у них на столе было всегда много вкусной еды. И пироги, и конфеты, и арбузы. А у них не было столько много. И девочка подходит к маме и говорит, мама, видишь вот там гнездо аиста? Посади меня в это гнездо. А зачем, доченька? Говорит, пусть аисты принесут меня в эту семью. Я буду там с ними жить. Говорит, а вдруг тебя аисты не принесут в эту семью, а вот к этой бабульке, старенькой, где там вообще бедная и страшная и убогая хибарка. И они могут туда принести. Говорит, тогда лучше я останусь в своем доме. И так девочка согласилась жить в своем доме, и воспитана была, и наставлена. Ее брат именно об этом рассказал нам не так давно. Итак, я хотел бы прочитать Слово Божие. И это первое послание Коринфянам. И здесь написано так, 16 стиха 1 главы. 1 глава Коринфянам, 16 глава. То есть Колоссянам, 16 глава. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господствы ли, власти ли, начальство ли, власти ли им и для него создано. Богом нашим все создано». Мы сегодня рассуждали о нашем Творце, рассуждали о Богопознании, и мы это все очень хорошо, не очень хорошо, но в какой-то степени, немножко, может быть, больше узнали о нашем Боге. Но мы будем и в этом лагере изучать, и также вся наша жизнь будет направлена к Богопознанию, к тому, чтобы нам знать Бога. Вот сейчас я хотел бы сказать вам. Вы прекрасные молодые люди. А знаете ли, что прежде вы, как появились на белый свет, Бог определил, в какой вы семье родитесь. Бог определил, что вы все вот здесь у вас, я не вижу ни одного чернокожего, чернокожей, а вы знаете, что вы могли бы оказаться и где-то в африканской семье. Бог определил вам национальность, Бог определил вам цвет глаз, кому из вас глаза ваши нравятся, кому не нравятся. Бог определил ваш цвет волос. Он определил ваш цвет волос, ваш рост, и все то, что у вас Богом дано, как ценно, чтобы вы благодарили Бога и всегда были счастливы. И я хочу сказать вторую часть. Он является автором и создателем нашим. Да, вы уже взрослые люди, вы вполне понимаете, вот как появляется человек на белый свет, и что вы когда-то родились в семью ваших родителей. Но мы понимаем, что за всем этим стоит великий Господь. И Он дал вам шанс, и дал вам право, и вы живете на белом свете. И сегодня Он усмотрел вам это служение. Он определил и создал нас для кого? Для себя. Написано, все им и для него создано. В том числе, а когда мы смотрим, братья, видите, побеспокоились. Спасибо, Виктор. Это ваша группа, да? Украсила здесь цветами. Спасибо. Все поблагодарили, да? Так позаботились, со вкусом. Смотрите, такие прекрасные цветочки. Но их много на поле, их надо было собрать. Но Бог их сотворил и создал для человека. А человек, чтобы славил Бога. Так прекрасно все устроено. Эти цветы, они так же цветут сегодня, как вы цветете. Но в свое время, эти цветочки, каждый из этих цветочек опадет, и будет плод. Господь и от нас ожидает плода. И этот плод, он хочет, чтобы радовал нашего Господа. Все создано им и для него. Молодежь, и дорогие мои братья и сестрички, я бы хотел здесь отметить, в Богопознании мы должны это хорошо усвоить. Бог создал тебя для него. Знаете, у нас, когда мы вот, мы теперь взрослеем, мы хотим учиться. сегодня я поздравил одного брата, он поступил уже вот в Рижский в РАУ, или как он называется? А? РТУ. Слава Богу. И вы сейчас поступаете, это хорошо, хорошее время учиться вам, хорошее время работать вам. Но вы знаете, все, что мы делаем, и как хорошо, у некоторых, я здесь отмечаю, вот, вот, следующий момент. Некоторые, Бога, имеют в своей жизни, чтобы реализовать его планы, реализовать свои мечты, реализовать свои, может быть, какие-то, не только фантазии, но и, может быть, вот, великие мысли, которые есть в его разуме. Но я хотел бы сказать, это неправильно. Дело в том, что Бог нас избрал, Бог тебя избрал, и поставил тебя, и призвал, и в этой палатке ты находишься, и в церкви ты находишься для себя, чтобы ты реализовал его планы. И, конечно же, Он дает, и производит нас хотение и действие по своему изволению. Это не значит, что вы не будете учиться или работать. Но когда у нас есть эта величайшая цель, правильно жить на этой земле, вы знаете, то мы будем всегда работу избирать такую, которую действительно угодно будет Богу. Работа, которая будет осуществлять его планы в нашей жизни, не наши планы. Я еще раз говорю, что некоторые люди, они так и хотели бы, чтобы Бога в их жизни, они призывают для того, чтобы, Господи, чтобы мои, и знаете, и сегодня современное учение, даже христианское, оно утверждает эгоизм, утверждает собственное я и провозглашает интересы человека, игнорируя волю Божию в отношении личности христианина. Потому что христианин по-настоящему счастлив, когда он в руках Господа и когда он исполняет его святую волю. Итак, говоря об этом, я здесь это именно и подчеркиваю. Мы, когда избираем и учимся, когда мы избираем работу, когда мы даже избираем братья, будут избирать друга жизни, а сестры будут давать ответ на их избрание, это будет в его великой цели в отношении тебя. Он предназначил тебя для вечной жизни, предназначил для труда, для служения, для дела, у него есть величайший план в отношении тебя. И он создал тебя и дал тебе все, чтобы ты не была ропотница, но ты была довольная и благодарная Богу за свою внешность, за свою фигуру, за свой рост, за то, что ты родилась, кто-то родился в Германии, кто-то родился в Латвии, кто-то родился на Украине и в России. Я думаю, что это все усмотрел Господь, потому что Он назначил времена и пределы обитания для каждой личности. И это прекрасно осознавать, что над нами есть Божья великая рука. И наша цель простирается не только здесь на земле, она простирается в вечность. Церковь предназначена для престола. Церковь предназначена осесть Одесную Сына Божия в свое время. И поэтому Господь, если мы понимаем, что Он создал нас для Себя и у нас Он имеет определенные планы, то Он их осуществит и мы будем так в нашей жизни каждый день и каждое дело сверять именно с Его определением в отношении твоей судьбы, твоей жизни. И ты будешь счастливым человеком, и она, твоя жизнь, будет устроена и она будет в руках того, кто подарил тебе жизнь. Слава Богу нашему! И самое главное, что вы в христианской семье и в церкви, куда Господь вас призвал и где вы находитесь, это прекрасно, это благословенно. Вы всегда имеете эту величайшую благодарность. И когда мы будем молиться, это одно, что я сейчас говорю, это маленький штрих в Богопознании. Мы, не Бог нам служит, а мы Ему. Не Бог наши планы осуществляет, а мы для того, чтобы Божьи планы осуществить. И в этом я еще раз говорю, наше счастье. Это элемент Богопознания, это элемент нашей отдачи и вложения в Его замысел, в Его руки святые. Мы сейчас подошли к молитве, мы помолимся, а вы будете благодарить Бога, что вы в этом лагере. Аминь. И будете благодарить Бога, что у вас глаза хорошие или не очень. Вы будете благодарить Бога, что вы родились и Аист, не Аист вас принес, а кто вас принес в вашу семью? Господь вас принес. Ту семью, которую надо привезти. Так или нет? ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ